Привет, друзья! Я так посудил, стоит совмещать приятное с приятным. Стоит добавить розыгрыш скина. Как только у меня набирается 300 подписчиков, скин будет разыгран. Как это будет? Я случайно выбираю видео среди комментаторов, которого будет выбран победитель. Далее выбираю победителя и добавляю его в друзья. Через штрафных 7 дней победитель получает скин. Что для этого нужно сделать? Первое. Конечно, быть подписанным на канал. Второе. Поставить лайкосик под видео. Третье. Оставить комментарий такого содержания с вашими данными. ID, сервер, ник, наименование скина в пределах 303. Написать любое сообщение. Подписался и лайк поставил, к примеру. Или Зверько ты лучший. Четвертое. А чтобы быстрее набрались подписчики, делитесь видео в социальных сетях. Ну что, ребята, всем удачи! Всем привет! Как говорится, в споре рождается истина и аналитика от Зверько. Сегодня мы будем поджигать стулья от осознания величественного бессмертия. Когда я начал играть, этот айтем мне казался топовым. Ведь есть возможность воскреснуть и убежать, либо дать отпор скиллами. Но со временем мнение изменилось. А все потому, что противник знает, когда вы мертвы не полностью. Противник знает, когда у вас есть бессмертие. Выдает эту информацию аура айтема. Но давайте по порядку. Нужно ли брать бессмертие одним из первых? Да, но ограниченному количеству персонажей. Я уверен, что бессмертие серьезно помогает Тигрилу и Эстесу. У них обоих есть возможность воскреснуть и изменить бой в свою пользу, поскольку скиллы переезжаются быстро и они массовые. Но у обоих этих персонажей я беру их только третьим или четвертым айтемом. Почему зачастую бессмертия нет? Или он идет последним? В лейт игре любая смерть это продолжительный процесс воскрешения. Две-три смерти разом и ситуация станет патовой для той стороны, которая выигрывала, но получила камбэк от противника. Поскольку противник с недобитым троном может снести одну-две башни и разломать трон. Чтобы этого не произошло, в ситуации, когда вы побеждаете и уже доминируете, бессмертие даст вам второй шанс, если вы совершите ошибку. Но в ситуации, когда противник уже доминирует, слот, занятый бессмертием, будет только вредить. Допустим, Клинт в проигрывающей команде. Вырвался по фарму вперед своих тиммейтов и... Последним айтем покупает себе бессмертие. В общем за месси он продолжит наносить тот же урон, который наносил до этого. И вот в очередной раз команда ложится, а Клинт соло бежит защищать башню или трон, где его успешно и добивают, пусть и дважды. Второй вариант. Клинт берет зеленый меч, от которого его урон серьезно возрастает, поскольку увеличивается урон от пассивного навыка. Удается наконец победить в тимфайте и осуществить камбэк. Выигрыш. Такая ситуация опять же не для всех стрелков. Возьмем, к примеру, Москова в лейт игре. Даже если он умер, после возрождения у него все шансы воскреснуть. Дать стан и отхилиться с атаки рукой. Пройдемся по нескольким героям. Грок может уйти после возрождения, использовав ульту. А после обновления, где на него перестает действовать контроль, хоть пешком убежать. А Кай предполагается, что возродившись, может оттолкнуть всех или уйти прыжком. Но практика показывает, стрелки и маги не дремлют и добивают его. Бальман. После возрождения, если противник достаточно глуп, может ультой добить шотных врагов, отхилиться и вернуться в бой. Минотавр. Воскрешение лишь покажет всю недальновидность владельца. Хильда. Спорный выбор. Кто-то до хрипа спорит, что бессмертие мастхев, а кто-то что бесполезен. Но у Хильды большие шансы уйти после воскрешения. Гатот и Тигрил. Однозначно мастхев. Как для отхода, так и для внесения контроля, возродившись в середине замеса. Франка и Лолита. Та же история, что и с Миносом. Джонсон. Вариативно. Вполне подходящий айтем. Мало ли, пассив перезарядится или ульта. Разбирать всех героев долго. Думайте сами, нужен он вам в этом бою или нет. По скриптум. Мнение автора может не совпадать с мнением всего мира. Кому может пригодиться этот айтем, можете писать в комментариях на ютюбе. Читаю в основном там. И зверько покидает здание. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.